Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы снимаем новую серию на проекте Родина Роллеплей, Центральный Округ, мы здесь Кирилл Футболове, не забывайте вводить мой ник по регистрации, также вы можете вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите 100 тысяч, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет такое интересное и полезное видео для новичков, потому что я уверен, что кто-то из вас собирается играть на Родине, либо уже играет, ему интересно за какую сумму, за маленькую сумму можно купить машину, и сегодня я вам покажу топ 10 самых дешевых машин на Родине, которые я нашел, я думаю вам это будет реально интересно и полезно, поэтому смотрите видео от начала до конца, и давайте постараемся набрать на этом видео 100 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж пацаны, первый автомобиль это получается Volvo, вот такая вот старая иномарочка, мне она очень нравится, ну реально стильная машина, согласитесь, диски прикольные, и внешне она так прикольно выглядит, цена ей составляет 1 миллион рублей. Повторюсь пацаны, то что цены я смотрел именно на авторынке, на автобазаре, за сколько люди выставляли эти машины, за столько я записывал себе цены, то есть возможно вы можете эту машину дороже купить, возможно дешевле, то есть ну точной цены я вам сказать не могу, ну типа цена может быть отличаться там на 200 тысяч, плюс или минус. Также хочу заметить то, что все машины, которые я буду показывать вам сегодня, это стоковые машины, которые я создаю через админку, поэтому на максимальную скорость можете внимания не обращать. Следующий автомобиль это четкий ТАЗ, просто Lada Samara вроде бы называется, ВАЗ 2113, просто такая стильная малышечка, которую я тоже себе купил бы, вот такие вот симпатичные стоковые диски, ну реально тачка классная. Да, конечно это не на марка, но реальная тачка симпатичная, и я думаю пользуется спросом, цена ее составляет 1 миллион 500 тысяч, но я думаю за Lada 300 вы также можете ее себе найти спокойно, потому что все-таки эта Lada как бы она не должна стоить очень-очень много, хотя Priora стоит 5 миллионов, но об этом мы не будем говорить. Вот такая вот реально прикольная Lada Samara, вот получается Skoda Rapid, мне она честно не особо нравится внешне, диски симпатичные, едет вроде бы эта машина неплохо, цена ее составляет 1 миллион 500, дороговато конечно, да, это по цену у меня Lada, 1 миллион 500 это уже подороже будет, но я считаю то, что цена в принципе нормальная, потому что как бы это иномарка, да, мне она не особо нравится, как бы на вкус и цвет, товарища нет. Следующий автомобиль это также получается иномарка, это самая дорогая машина в моем топе, в топ 10, эта машина стоит 1 миллион 800 тысяч, ну конечно возможно вы можете и подешевле найти, потому что я видел именно эту машину в полном тюнинге, поэтому возможно цена такая была большая, но так если не сильно затюненную, либо стоковую, можно я думаю купить за Lada 300, за Lada 500, она мне тоже не особо конечно нравится, но она посимпатичнее чем Skoda будет, я думаю вы с ума согласитесь, хотя хрен знает, диски у нас получается штампы и на них колпаки стоят, я первый раз такое вижу, реально первый раз вижу, чтобы колпаки стояли на штампах именно в игре, это самая быстрая стоковая машина, из моего топа кстати, самая дорогая и самая быстрая, потому что в стоке она есть 163, то есть на тюнинге она будет ехать 210, я думаю точно, ну и следующий автомобиль это получается ВАЗ 2106, классика просто такая малышка деревенская, без тонировочки, чисто такая знаете стоковая, хорошая, ухоженная шестерочка, стоит эта машина пацаны, 1 миллион стоит эта машина, но я думаю за 800 тысяч тоже можно вполне себе найти спокойно, потому что ну 1 миллион за шаху конечно это сильно, это реально сильно, ну кстати 1 миллион на родине заработать можно легко, реально можно пойти либо в новую работу, либо на инкассаторе, то есть ну миллион заработать на родине это вообще расплюнуть просто, либо вы можете просто 100 рублей задонатить и у вас будет 2 миллиона и купить себе спокойно эту машину, вообще спокойно, но есть небольшой бах у нее, видите у нее колеса немножко проваливаются, стандартные, возможно если вы поставите тюнячие колеса, то такого не будет, следующий автомобиль это НИПА получается Урбан, если я не ошибаюсь, вот реально прикольная машина, стоит она 800 тысяч, реально очень классная тачка, ну типа за свои деньги это нормально, потому что она и выглядит хорошо, и оптика у нее прикольная, и она проработана, видите какая подвеска просто там проработанная, видно все тяги, видно выхлоп даже, видно как сделан, видно кардан, ну короче реально все проработано, вот мне в ней это очень нравится, то что все проработано, конечно не нравится то что выхлоп идет через бампер, видите там выхлоп под бампером, и он насквозь типа идет, это мне не особо нравится, но кстати у нее по-моему да, двойного выхлопа у нее, вот это круто, с нейтрасчиком будет вообще пушка, следующая машина из моего топа самая дешевая, но и самая медленная, это получается Volkswagen, не знаю какой именно, просто Volkswagen Furgon, стоит эта машина 500 тысяч, я видел что ее продавали за 500 тысяч рублей, что ее так дешево продают, потому что скорее всего она вот видите какая медленно, она просто не ускоряется, не разгоняется, возможно пацаны, возможно, если сюда поставить не тросик, если поставить тюнинг, то она будет ехать быстро, но это не факт, но она очень медленная, она еле-еле разгоняется, но зато это самая дешевая машина из моего топа, как бы дешевую машину вы не найдете на серваке мне кажется, даже ту же самую АКУ продают дороже, чем эту машину, вот эта машина самая дешевая на серваке, какую вы можете купить с рук, мне так кажется, потому что видел ее продавали за 500 тысяч, типа это очень дешево, как бы да, это иномарка, выглядит она прикольно, мне она нравится внешне, типа ну такая оптика сзади прикольная, типа ну внешне пиздатая машина, но по ускорению, по максималке вообще не едет, стоки вообще не едет. Следующая машина чисто такая пацанская, просто девитосик, да конечно он стандартный, типа он незамененный, моделька не спорю, такая себе вообще, ну прям такая, прям такая завышенная Нива, блять какая Нива, девятка блять, завышенная такая девяточка, знаете, ну такой себе, не пацанская, не пацанская, бандитская Самара, но не пацанская, но она реально прикольная, стоит эта машина 800 тысяч, но думаю за 600 тысяч вы тоже можете найти, девитосик, но едет он кстати очень даже неплохо, достойно едет, достойно, по лесу можно кататься на двух колесах, да конечно она немножко кренится, но в целом нормальная машина. Следующий автомобиль это пацаны старая иномарочка, Opel, не знаю какой именно Opel, но Opel, тачка естественно такая себе, но в принципе для новичка пойдет, прикольные диски, есть небольшая тонировочка, но скорость у нее конечно тоже такая себе, именно в стоке, возможно в тюнике она будет нормально ехать, но как бы разгон у нее такой себе, лучше конечно чем у фургона, но все равно машина не очень быстрая, но максималка у нее сколько, давайте сейчас посмотрим, ну 125 у нее максималка, я думаю в принципе нормально, пойдет, ну и последняя пацаны, самая пиздатая машина из моего топа, это Honda Civic, стоит она 800 тысяч, вот реально я считаю то, что это самая пиздатая тачка, потому что она у меня тоже была, я ее за 800 тысяч купил на рынке, стоковую, и потом уже рыжику подарил, я конечно не хотел ее дарить, потому что она мне саму очень нравится, но я подарил, но я себе обязательно ее куплю, я все увижу, вот реально тачка топ просто, Honda Civic, прикольный выхлоп такой большой, прикольные диски, реально охуенно машины, их стоит всего 800 тысяч, и максималка у нее тоже очень даже неплохая, она и выглядит пиздей всех машин, которых я показывал, и едет очень даже неплохо, 157 она едет, я считаю то, что это очень достойно, поэтому пацаны, всем советую брать именно вот эту тачку, все пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok